Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео поговорим о книге Мишеля Шиона «Звук. Слушать, слышать, наблюдать». С момента своего первого издания в 1998 году эта книга стала справочным текстом, переведенным на несколько языков. В этом издании это перевод с третьего французского издания. Оно было обновлено по сравнению с первыми двумя. Мишель Шиона предлагает как обзор акустики, музыки, психологии слушаний, так и краткое описание всего этого. Продолжая подход Пьера Шефера, который позволил мыслить и описывать звуки как объекты, он представляет в общих чертах новую дисциплину – акулогию, где звук больше не является просто символом утраченной гармонии или так называемого темного контингента восприятия, но также и культурный объект, который должен быть создан с помощью техник слушания и требований номинации. Это синтетическое эссе, богатое открытиями, размышлениями и оригинальными концепциями, призвано подчеркнуть сложность звуковых объектов и их мутации в результате технологических разработок. Автор приглашает нас к внимательному наблюдению за звуком в нашей повседневной жизни, а также в философии, литературе, музыке и кино. Книга представляет собой одну из книг по так называемым sound studies или исследованием звука как автономной дисциплине. Я думаю, что сейчас, прежде чем мы поговорим собственно о наполнении этой книги, я вам зачитаю аннотацию к русскому изданию. Эту работу Мишеля Шиона по праву можно назвать введением в методологию звуковых исследований. Мишель Шион это теоретик кино и звука, последователь композитора Пьера Шефера. Мишель Шион один из первых исследователей звуковой фактуры в кино. Ему принадлежит ряд важнейших работ о Кубрике, Линче и Тати. Предметом этой книги выступает не музыка, не саундтреки фильмов или иные формы обособления аудиального, а звук как таковой. Шион последовательно анализирует разные подходы к изучению звука, поэтому в фокусе его внимания в равной степени оказываются акустика, лингвистика, психология, искусство, ведение, феноменология. Работа содержит массу оригинальных выводов, нередко сформированных в полемике с другими исследователями. Обширная эрудиция автора, интерес к современным технологиям и особый дар внимательного вслушивания привлекают к этой книге внимание читателей, интересующихся окружающими нас гармониями и шумами. Сам Мишель Шион принадлежит к киноведению, так называемым синема стадис. Его исследования звука стали продолжением анализа звукового кинематографа, но как мыслитель он продолжает традиции французской постфеноменологии и теории возвышенного опыта. В этой книге Мишель Шион по сути ставит два вопроса. Первый вопрос как возможен звук как отдельный эстетический феномен, отличающийся от шума, звукового воздействия, сигнала, любого непосредственного удара по нервной системе человека. И второе, как можно говорить об использовании звука, например, о возникновении разных типов музыки, которые могут строиться на совсем разных принципах. Но мы опознаем ее все равно как некоторое искусство звука. Ответить на первый вопрос проще, потому что ответ подготовлен знаниями кинематографа, таких приемов как монтаж и фотоувеличения. Шон рассуждает примерно так. Мы можем слышать разные звуки, как например звук мухи прямо над ухом и звук самолета высоко над нашим домом, но при этом мы несомненно масштабируем эти звуки и не просто определяем расстояние до звучащего предмета. Скажем по особенностям тона звука, как муха приближается прямо к нашему уху, в отличие от самолета. Но мы можем встроить этот звук в некоторый план восприятия. Например, мы слушаем как жужжит муха против нашей воли или по нашей воле, потому что нам скучно и больше слушать нечего. Словно делая крупный план мухи, как бывает съемка мухи крупным планом в кинокадре. Мы не можем сделать того же самого с самолетом. Даже если самолеты летают низко, все равно они войдут в кадр только как часть общего шумотехники. Мы будем слышать шум самолета, но и шум чайника, смонтировав их как общий шум квартиры. Более того, монтажом нам приходится заниматься всякий раз, когда мы слушаем себя в записи или просто пытаемся услышать себя здесь и сейчас, просто потому, что это действие не просто обострение внимания, но определенная работа нашего тела. Слушая себя, мы в чем-то выбегаем навстречу звуку, мы стремимся его опередить, ухватить, в то время как, слушая другого, мы доверяем уже состоявшейся работе другого со звуком, тому делению звука на кванты, которое и делает его воспринимаемым. Это краткий обзор вопросов, которые поднимает Мишель Шион в своей книге звук. Перед тем, как я расскажу о своих впечатлениях от книги звук Мишеля Шиона, приглашаю вас на бусти.ту, книжный бусти, на котором уже выложен отзыв и он доступен для подписчиков, отзыв на книгу Джорджо Агамбена «Царство и слава». Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь и получайте доступ к видеоотзыву на книгу Джорджо Агамбена «Царство и слава». А сейчас я хотел бы поделиться с вами своими впечатлениями от книги Мишеля Шиона «Звук». Слышать, слушать, наблюдать. Эта книга начинается довольно банально с описания физических свойств звука. О том, какая у него скорость в воздухе, о том, что скорость зависит от среды. И потом автор незаметно для читателя переходит, собственно, уже практически на первых страницах к вопросу о том, является ли звук объектом. Это заставляет читателя, в том числе и меня, задать себе тот же самый вопрос. Является ли звук объектом? В какой момент звук может стать объектом? Когда он только произведен каким-то звуковым устройством, неважно, это звук сирены, это сирена скорой, вот этот механизм, который производит, или сирена, допустим, пожарной машины, или клаксон автомобиля, или связки человека, или ротовая полость, или что-то еще, или это какой-то постоянный звук, который производится природой. Допустим, ветер дует, деревья колышутся, они производят шорох. В этот момент, в момент, когда он произведен этот звук, он становится объектом? Или в тот момент, когда он достиг ухо человека, он становится объектом? Или никогда не становится объектом? И практически вся книга Мишеля Шиона, за исключением может быть каких-то отдельных глав, крутится вокруг этой темы. Объект или не объект? И вторая большая тема, это, собственно, слушание. Какое оно бывает? Казуальное, визуальное, редуцирующее, эрго-слушание, или какое-то другое. И Мишель Шиона приводит в своей книге целый словарь, в котором он объясняет, что он понимает под теми или другими понятиями. Что достаточно хорошо для читателей, потому что это подспорье в чтении такой непростой книги. Я не могу сказать, что эта книга далась легко. Да, конечно, намного легче, чем Агамбен или, например, Коржибский. Да, легче. Но в какой-то момент Шиона уходит от простых терминов, когда он объясняет что-то достаточно простыми наглядными примерами. Он уходит в музыку. А в музыке я не силен. Я не учился в музыкальной школе. И здесь начинается вот это продирание через дебри, нотные записи, бимолей, диезов, терций и так далее. То, что совершенно для человека, который не занимался музыкой, опять же повторюсь, это достаточно тяжело. И приходится лезть куда? Например, в Википедию, чтобы узнать, что означают те или иные слова из музыкального мира, из, скажем так, то, что люди проходят, как учась в консерватории или в музыкальной школе. Вот эти главы дались очень тяжело. В целом восприятие от книги хорошее. Я рекомендую, если вы имеете какие-то отношения с музыкой или отношения со звуком в целом, ее пролистать, прочитать те главы, на которые упал ваш взгляд. То есть, допустим, вы считаете, что для вас главы про нотную нотацию, они бесполезны, вы их пропускаете. Вы читаете только то, что вам интересно. И если сравнивать с уже предыдущим отзывом, если сравнивать эту книгу с книгой Анатолия Рясова «Едва слышный гул», то эта книга стоит на ступень 2-3 ступени выше, чем книга Анатолия Рясова. Вот здесь видна работа человека, видна работа мысли философа. Да, я не побоюсь назвать Миша Лейшона философом именно звука. Он действительно берет и с разных сторон рассматривает эту тему. И с точки зрения производства звуков, с точки зрения фиксации этих звуков, уделяя объяснению того, что фиксация звука, которая появилась во второй половине 19 века, ближе к началу 20 века, меняет в звуке, в отношении человека к звуку и тому, как мы этот звук воспринимаем. И можно ли считать звук, который производится после фиксации, допустим, граммофоном, патефоном, тем же самым звуком, который мы слышим в натуре, то есть без посредников. Достаточно большие у него рассуждения, многостраничные на эту тему. И потом он плавно переходит к современным способам не только фиксации звука, но и производства звуков. То есть это синтезаторы различные электронные, которые позволяют создать даже те звуки, которые мы вряд ли могли бы когда-либо услышать в природе, в окружающем мире, в технике и так далее. И потихоньку-потихоньку он движется в более-более серьезные рассуждения о звуке, не прекращая, не останавливаясь в том, чтобы рассматривать эту тему с разных сторон. В отличие от Анатолия Рясова в Гуле в его, на который есть уже отзыв, и я ссылку помещу в описании к этому видео, чтобы у вас была более полная картина о серии «Истории и звука» от издательства «Новое литературное обозрение». На этом, я думаю, что мы закончим этот отзыв. Вы можете написать в комментарии, если я где-то ошибся, неправильно что-то сказал или неправильно понял какую-то концепцию из книги Мишеля Шиона. Все в ваших руках. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам успехов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok